Решила записать новый влог. Вы мне говорите, что вам влоги нравятся, домашние нравятся, когда есть детки, когда есть Петя. Петя сегодня у меня за водителя, потому что погода меняется, выпал снег в Харькове, в Запорожье, в Крыму, а в Киеве плюс 11 и солнце. Поэтому я думаю, что до Киева тоже доберется такая погода, и моя голова как-то реагирует, сосуды реагируют. Поэтому я вот так слегка пожаловалась, и Петя, чтобы я не ездила за рулем, потому что какое-то такое состояние, нестояние, то Петя меня возит. Ну как возит? Я должна была ехать сегодня на мероприятие, пригласил бренд Гарниер, очень хотела туда попасть, но так как я сегодня вечером еду в Запорожье забирать Демика, мама позвонила, мы на выходных должны были ехать, забирать его, но позвонила мама, говорит, что чувствует себя тоже неважно из-за погоды, там же снег выпал, и соответственно, как бы еду я забирать его, чуть-чуть раньше, посередине недели. Поэтому на Гарниер я не попала, но ничего, зато завтра я уже увижу свою маленькую крошку, вообще так соскучилась, безумно соскучилась. Сейчас вон 10 дней, или недельку, недельку, или 8-9 дней был с мамой, вот, и мама говорит, что он очень непослушный мальчик, он хороший, но говорит, такой просто вот, ну, торви и выкинь, вот, так говорят, никто никого отрывать не будет, и выкидывать тем более. Все, я сейчас на вокзале, вокзал вот, я сейчас на южном вокзале, и приехали чуть-чуть раньше, потому что выехали раньше, я думала, что я все-таки попаду на мероприятие, но на мероприятие не попала, поэтому чуть-чуть раньше. Петя пошел купить что-нибудь вкусненькое, вот, и мы сейчас чуть-чуть посидим, потом он меня проведет, и я поеду. Поеду на 72-м поезде, а обратно буду возвращаться, то есть утром я приезжаю, а возвращаюсь я обратно в этот же день, в обед на экспрессе. В 15 с копейками сажусь на экспресс, это сидячие места, которые, Hyundai, вот, и в 12 ночи, без, по-моему, 7 минут 12, мы будем в Киеве. Вот такое у нас будет мини-путешествие с Демкой, на поездах он уже ездил, поэтому ему не привыкать, но так как на экспрессе еще не был, 7 часов на экспрессе, ну, посмотрим, как он выдержит. Потом оставайтесь с нами, будет такая болтология, ну, и влог покажу, забороть свой город, если, конечно... Ну, а вот у Петя. Расскажи нам что-нибудь веселое. Девочки тебя любят. Что у них будет веселое? Девочки тебя любят. Не вижу, где? Они меня так не любят, как тебя любят. Они говорят, Петя оживил в ложек, в ложек стал классный, веселый, а у меня так не получается. Просто у Петя классное чувство юмора. Но сейчас он просто замерзся, не хочет разговаривать. Сто процентов. И не хочет смешить. Ну, пожалуйста. Что? Представь, что ты ведешь канал. Я и канал, это две разные вещи совсем. Девочки, видите, я его уговариваю, вот честно, я Петя уговариваю, пожалуйста, говорю, открой канал, будет весело, будет классно. Ты ничего вкусного не купила, я сказала, девочка, что пошло, зачем-то вкусно. Ты где был? Я чек вкусный принес, конечно. Вот сам похавал, короче, а ничего не принес. Негодяк. Как ты мог? Вообще-то. Ты мне чек лезешь, достаешь, не чтоб я его пожевала. Вкусный, да. Вот так вот, братик. На тебе конфетку. Ни в чем себе не отказывайся. Благодарю. Соси. Конфетку. Вместо того, чтобы съесть какую-нибудь штучку. Мог бы там, я не знаю, какую-нибудь яблочко сестрички купить. Девочки, видите, какой кавалер? Если он так за сестру и ухаживает, то представьте, как будет за посторонней тетей. Или за посторонней тетей лучшая, типа сестра. Нафиг надо. Пока посторонняя. У меня пока не пройдет фейс-контроль, тетя. В семью не попадет. Так что, девочки, не все так просто. Все через сестру. Сидит, думает, ага, сейчас. Скажи что-нибудь. Что-нибудь. Я вошел в бюджет. Кстати, надо бросать. В этом, в ложике. Вообще капец. У меня, кстати, китайские эти чехлы на сиденьях. Потому что дети и я просто их замызгали. Надо теперь ждать тепла, чтобы сделать химчистку. Я вообще думаю, сделать химчистку сама. Если не выйдет, то отвезу ее и снять видео, как я делаю химчистку. По крайней мере, попробовать стоит. Ладно, хватит болтать. Это тоже не влог, а болтология. Я пыталась его разговорить, но он сегодня без настроения. Мы тормываемся мозгами. У меня 3-чистое место. В общем, я в туалетах. Мое место верхнее. И у меня в компании 3 девушки. Все, встретимся в Запорожье. А кто это кушает? Я мам. Диона кушает, да? Да. Да, маленький кушает. Уже разговаривает. Так вырос. Такой большой. У меня мама встретила жареной картошкой с салатом. Что у меня завтрак очень вкусный. Как в детстве. Вкусняшечка, да? Лемка. Ой, мой сладкий. У мамы очень холодно. Мам. Да, потому что в Запорожье лежит снег. А отопления нет. Снег. Снег, да, снег. Кушает маленький. Вкусно? Да. Да. Мы смеемся. Это наш метод. Старый метод. Без отопления. Потому что очень холодно. И мама набрала горячую бутылку с водой. И мне в ноги вкладывает. Она пытается меня согреть. Хотя мне не холодно. Но мама говорит, грейся. Я тут в постели. А я больно. Да, больно тебе сделает. Представляешь, что говорит? Нет, больно мне не делает бабушка. Дем. Все хорошо. Дему надо снимать. Чаек, чаек. А я у мамы в гостях. Ой. Я тебе говорю. Дема, у мамы тут свалка, скажи. Ну ладно, свалка. Чуть-чуть не убрана. Они, вещи мои. Дема у нас тут. Чуть не убрана. Но мама все равно красива. Это Никина картина. Это Ника рисовала. Ночь в Венеции. А это мама сзади. Мама делает. Мама не работает. Да, это моя мама делает такие картины. Так что обращайтесь, если что. Это ткань на холсте. Ткань на холсте. Молодость и старость. Розы красные, седые. Ух ты, ничего себе. Круто. Он у мамы за мамой. Я ей рамку подарила. Она еще ее не совсем оформила. Но все равно она уже туда. А вот еще картина, Аня. Это Никина. Да, это тоже Ника рисовала. Еще не оформила ее в рамку. А я вон с рюкзаком приехала, с Доминикиным. В мой рюкзак не влезли. Тонометр, Демкины ботинки. А вон еще подушка. Самая лучшая девушка. Это мне когда-то подарили. Да. Да. А мама забрала себе. Смотрю и лежу рядом с дочечкой. Положу рядом, как будто моя доча рядом со мной лежит. Девочки, хочу вам показать, как цветут магнолии у нас в саду. Красиво. Обычно я езжу в ботанический сад, смотреть на магнолии. Ну, я очень люблю магнолии. В том году они у нас замерзли. В этом году, на удивление, с такой погодой они живы. Лужайку. Хочу показать, какая она зеленая, какая красивая. Пойдем, он бегает. Вот. На удивление, что холодно. Ну, я имею в виду, что погода и снег лежала, и град был. Но при этом все равно зелень прям бушует. Очень здорово. Я так люблю тепло. Я так люблю апрель. Ну, не в этом году он такой холодный. Но все равно будет тепло, конечно. Здесь стояла качеля, и уже стол у нас стоял на улице. В этом году очень холодно еще. Не то, что кушать, а вообще находиться на улице. Да, Демка? Атачик. Шмячик. Вон Дема на игрушке. Сегодня гуляли во дворе, и вот итог. Все разбросано. И хочу вам показать, приехала посылка к нам. Даже не к нам, к Демиду. И сейчас покажу, что внутри. Пойдем, мы играем тут с мячиками. Я на улице вам покажу. Это тетради. Тетради, правда, 3-4 года, но в мае месяце появятся 2-3 года. Мы ждем с нетерпением. Иззнательство я могу. Итак, развивашки. Я могу рисовать линии. Я могу вырезать и клеить. Понятное дело, что Демка еще не может. Это нам на вырос. Но мы очень ждем, который будет 2-3 года. Это что? Одеваться сам. И делать зарядку. Это, кстати, наклеечки. Класс. Вот это вот очень интересно. Ладно, идем потом хулиганить. Дальше. Я могу проходить лабиринт. Это, кстати, я думаю, что мы с Демой тоже сможем сделать. Я могу запоминать. Это тоже, я думаю, попробуем. Ну, по крайней мере, не так, как это делают дети в 3-4 года. Но мы попробуем. И находить решение. Но это точно на попозже. Вот. И здесь я, наверное, сделаю отдельный обзор, скорее всего. Потому что надо глянуть, что там и как. Дема там буянит. Да! Давай, подымайся. Упал уже. В городе беда. Случилось наводнение. Но помощь уже близко. Помогите вертолету спасти всех людей. Проведи линию от вертолета к каждому дому по порядку. От дома, где больше всего людей, и к дому, где меньше всего людей. И вот вы видите, да? Очень прикольно развивает логику. Вот такие вот тетради развивашечки. Очень полезные для наших малышей. Так, я уже сказала, да? Издательство Я Могу. Ссылочку оставлю внизу. Я знаю, что мамочки, которые меня смотрят, также любят такую литературу для своих крошек. Я могу запоминать. Это мы даже начнем сегодня попробуем, по крайней мере. Если получится. Потому что, если это что-то сложное, то сомневаюсь, что Демка осилит. Вот. Но мы уже пробовали, например, есть такая у Ники книжечка. Это, в общем, лабиринт. И я показываю ему, говорю, где, например, церковь, где речка. И он мне показывает. Вот. Я могу проходить лабиринты. Ну, я думаю, что с лабиринтами мы будем справляться. По крайней мере, попробую. Вот. Издательство Я Могу. Вот. Ставьте на паузу, записывайте. Ссылочки я в любом случае оставлю, но вдруг. Я могу. Я могу проходить лабиринты. Да, Демидушка? Демидушка. Что, Демид? Давай. Вот тебе карандашик. Открывай. Открывай книжечку. Вот так. Налево. Мика, лево. Налево, да. Мика, милево. Смотри. Нет, стоп. Стоп. Тут надо рисовать по-другому. Смотри. Стой, стой. Пока не рисуй. Смотри. Видишь, Мишка? Да. Нам надо, чтобы Мишка смог дойти вот к этому Мишке. Вот. Вот выход. А теперь давай разберемся, как нам надо рисовать. Вот так, вот так, вот так. Куда нам надо идти, чтобы не заблудиться? И вот так, смотри. Мишка идет, 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 идет. Вот тут идет. И вот тут идет. И вот тут идет. Куда же ему еще идти? Вот сюда он пойдет. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Вот так, вот так, вот так, вот так. А теперь куда? Куда нам идти? Да. Сюда пойдем, да? Вот сюда идем, да? Сюда идем, идем, идем. Вот сюда выходим. Нет, он же не может ходить сквозь стены. Заблудились мы, Дема. Куда нам идти? Ника пойдет. Вот, мы вышли. Мальчик. Мальчик, а теперь надо идти, давай идти. Вот так, идем, 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 идем. Вот сюда идем, вот так идем, да? Это Дима выход нарисовал. А тут, ты знаешь, что еще есть в тетрадочке наклеечки? Их можно клеить, да. Киби, да нету киби. Ага, а вот тут на пляж можем приклеить кого-то. Видишь, тут тапочки, значит, где-то тут должен быть человечек. Можем найти человечка и приклеить. А вот же человечек. А, вон он человечек, он с дельфинами плавает. Да, он хочет добраться до тапочек. Да, он хочет обратно на берег, помоги ему на берег сойти. Видишь тут дельфинчика? Мы зашли в магазин, потому что нам нужен горшок. Мы с нашего выросли. Он хоть и ходит в туалет, ну, то есть на унитаз, но иногда все-таки ночью, ну, в общем, иногда горшок нужен. И мы оставили у бабушки тот. И вот зашли сейчас до нового. И так же колготки. Апрель месяц, обычно у нас уже жара, а сейчас у нас холод. Холод, чуть ли не мороз. Ну, в Киеве, конечно, потеплее. Плюс семь, плюс десять и солнышко. Вот вам покажу. Но в Запорожье очень холодно. И в Днепропетровске снег лежит, и в Харькове снег лежит. Поэтому какой-то аномальный просто апрель. Вот, поэтому я решила закупиться колготкой. Найдем-ка в понедельник идет в детский сад. Я на работу, не ко в школу, в общем. Жизнь продолжается. Погулял чуть-чуть у бабушки, попутешествовал по поездам. Вот. Он, конечно, в поезде... Ну, как, он делал себя хорошо, но он знакомился со всеми. Чудил, бегал, прыгал. Ну, можно сказать так. Вагон в себя влюбил. Все... Ну, со всеми познакомился. Я вообще, короче, такой прикольный малый. Я думала, он будет всех доставать. А, нет, в принципе, вел себя хорошо. И там за нами сидели ребята и спрашивают у него, как тебя зовут? Он говорит, Дема. Он говорит, а полное имя? Он говорит, Демида. Они говорят, а папу как зовут? Он говорит, Дима. Он говорит, так ты же будущий бизнесмен. Наверное, ты Димит Дмитриевич. Называй теперь себя всегда Димит Дмитриевич. И он теперь, когда у него спрашиваешь, как его зовут, он говорит, Димит Дмитриевич. Так смешно вообще. И, кстати, начал болтать так сильно. Именно прям болтать-болтать. он повторяет все каждое слово носится побежал пытаюсь его забрать нифига не хочет уходить и пообещала ему батут сейчас поедем на батут вот ника дома уроки ну как то так девчонки это был такой наверное не знаю такой коротенький блок но вы просили снимать влоги делать это почаще и такие домашние чтобы это были влоги и не сильно длинные кто-то любит длинный кто-то короткий поэтому я буду миксовать домашними влогами с логами короткими ну то есть с маленькими с логами большими и вот скоро будут влоги с шри-ланки потому что все-таки материалы она снимала и надо обязательно вам его показать потому что очень-очень будет красивые виды будет поезд будут водопады очень хочется вам показать все девчонки я заканчиваю спасибо что смотрели это видео и кто не подписан подписывайтесь конечно же инстаграм там ежедневные мини-вложки в виде инстаграме все всем добра пока пока